Грудинин крутой мужик, но кто за ним стоит? Грудинин настоящий. Я посмотрел, наверное, все ролики, какие есть с ним в Ютубе. Он действительно сделал охренительно крутое государство в государстве. Вот этот его совхоз Ленина. У меня там даже знакомые были. Я спросил, они говорят, да, все реально. Там действительно какой-то маленький рай. По оценкам ЮНЕСКО, это самая лучшая школа Европы. То, как он держится перед камерой, видно, что человек говорит правду. Я уже вытираю руку. Можно я вытирую руку? Я тебе скажу спасибо. Очень приятно. Спасибо. Знаете, это когда натуральный помидор откусишь, какой-нибудь такой южный, такой пахнущий. После этого ты понимаешь, что все, что ты до этого покупал в магазине, чуть лучше, чуть хуже, это все было ненатурально. Вот то же самое здесь. Он говорит, да, ты понимаешь, что, блин, все остальные это какие-то реально марионеты. Ребята, давайте бороться с коррупцией. И в этот момент показывают людей, которых точно сажать надо. Все, причем в стране, об этом знают. Потом дальше он говорит, слушайте, надо заняться. Собственно, почему я никогда вообще не говорил про политику? Именно по этой причине. Я не знаю, о чем подумал Путин. Я не знаю, кого купил Госдем. Я ничего не знаю. Все, что мы знаем, понимаете, это вот эта ложная, лживая информация, которая идет с телека. Но это же чушь. Как можно на основе этого строить выводы? Мне всегда говорили, ну за кого ты? Ты же писатель, типа я тебе еще и блогер. Ты должен какую-то позицию иметь за правых, за левых, за этих, за пятых, за десятых. Ты что любишь? Кока-колу или пепси? А есть что-то третье? И вот это третье, это другие. Человек-дела. Все эти годы он отбивал рейдерские захваты. Были возбуждения уголовных дел. Была попытка через акционеров воздействовать на нас. Была попытка скупки акций. И от этого мы отбились. Не давал взяток чиновникам. Он реально честно вел бизнес, который на земле. И создал целое социальное мини-государство. У нас территория социального оптимизма. Ничего же такого сверхъестественного нет. Это те же самые деньги, которые могло заработать другое, любое предприятие. Не себе, родному, а всем остальным раздать или сделать вот такую вещь. Проблемы же все отпадают. В каждом городе муниципальном можно сделать такую вещь. Ну вот, ну вот за кого голосовать. Ну наконец. Ну, мой научный базис не дал мне спокойно порадоваться. Ну я думал, ну так надо собрать информацию. Что там за команда? Кто за ним стоит? И вот тут, конечно, начались очень странные вещи. Ну, во-первых, Болдырев. Это, можно сказать, второй человек после него. Наверное, если Грудинин станет президентом, то Болдырев станет премьером. Болдырев меня поразил, честно говоря, еще больше, чем Грудинин. От чего зависит конкурентоспособность в современном мире? Прежде всего, от организации и уровня развития фундаментальной науки. Реши нас фундаментальной науки. Это приводит к катастрофическому снижению общего интеллектуального и научного фона. Знаете, как все устроено? Вот есть фон, а в нем всплески. Для того, чтобы были всплески вот на этом уровне, надо, чтобы фон был такой. Если фон снизим досюда, то и всплески будут только вот досюда. Мне он вообще показался каким гением. Действительно, очень умный, интеллигентный человек, прекрасно разбирающийся в геополитике. Я почитал его статьи, у меня волосы на голове зашевелились, у меня сложились пазлы. Если кто-то из моих подписчиков помнит мой выпуск про заговор, то, что он пишет, это объясняет все. То есть, говоря кратко... Есть масштабные, не всегда добрые силы, манипулирующие самим полем, раскладом на левых, правых и так далее, старающиеся сформировать поле так, чтобы нормальному человеку некуда было податься. То есть, чтобы он сразу в одном флаконе принимал и то, что для него приемлемо, и то, что категорически неприемлемо. Эти силы форматируют все дело так, чтобы за Кабову не проголосовали, и все равно в конце концов проголосовали за эти глобальные, манипулирующие нас силы и их пособников здесь. Все, что нам показывают по телеку про противостояние США и так далее, это все спектакль. Реально просто продаются земли, просто продаются ресурсы, все деньги и все ресурсы выкачиваются Западом. И Запад это очень даже устраивает. И поэтому все эти санкции и вся эта муть – это чистой воды спектакль. И познакомившись с Болдыревым, я обрадовался еще больше и думаю, ну вот. Я даже, знаете, как-то поймал себя на мысли, что вот они, мои люди, правдивые, честно. Я даже хотел назвать этот ролик «Грудинин Болдырев. Эра настоящая». Но черт меня дернул посмотреть остальных. И тут началась жесть. В очередном интервью Болдырев сказал, что главное не Грудинин, не личность его, а команда, которая за ним стоит. И рассказывая о команде, он упомянул знакомое мне имя Ирины Ермаковой. Ирина Ермакова – это та самая доктор биологических наук, ученая вроде как, которая рассказывает вот это. Я буду вам сегодня говорить о генетически модифицированных организмах, которых вы все слышали. Есть информация о том, что они были запущены, технологии по их созданию, была запущена инопланетная цивилизация. Была запущена инопланетная цивилизация. Она борется с ГМО и считает, что ГМО нам насаживают инопланетяне. Понимаете, если про ГМО можно спорить, может, действительно она в чем-то права. Тот способ, которым получают ГМО с помощью этой плазмиды. Я не разбирался в этой теме, но я допускаю, что она может быть права. Но инопланетяне, ребят, инопланетяне. Да что ты, черт побери, такое несешь. Я решил посмотреть остальных товарищей. И вот, что я увидел. Во имя отца и сына и святого духа. Это всенародная, общерусская задача освобождения России от иго-иудейского, от кабалы-жидовской, от прочей поганой нечисти и неруси. Русская нация и капитализм категорически несовместимы. Встретимся в военно-религационном походе на Москву, соратники. Да, после победы нас рано или поздно ожидает религиозная война, русско-центричная христианской Европы. Война белой расы с новоявленной азиатской ордой за освобождение Руси от жидовского кагала и других иноземных захватчиков. Я не хочу всех мазать черной краской. Там есть и достойные люди, очень здраво рассуждающие, но и попадаются очень странные люди. В 21 веке говорить о том, что, типа, евреи во всем виноваты? Вы серьезно? У меня куча друзей евреев, ни один из них меня никогда не предавал. Ничего такого не было. И вообще-то, я думал, этот ролик уже посмотрели все. Восточная Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция. Я на 32% британка? Я ирландка? Да. Так что я еврей-мусульманин. В Великобритании 11%. Вы уверены, что это мои результаты? Восточная Европа? Серьезно? Национальность – это не генетическая хрень. Это просто культура, в которой ты воспитываешься. Вы не понимаете, как вообще работает современный мир. Это называется меритократия. Общество расслаивается не из-за евреев, а из-за технологий, которые активным, умным, талантливым людям, таким как Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск, позволяют просто куда-то взлетать в космос. А людям не таким талантливым, не таким активным, они остаются на том же уровне. И вот этот разрыв увеличивается. И среди мировой элиты все подряд Илон Маск вообще из Южной Африки. Там Борен Баффетт, что он еврей? Вообще, что за какая-то дичь, понимаете? Вы оперируете терминами 19 века. Вы вообще после Маркса что-то читали, ребята? Алло, почитали философов-постмодернистов, там какого-нибудь Бодрияра? Вы понимаете, что постмодерн, вот это болото, в котором мы погрязли, это объективная реальность. Просто к этому пришло человечество в ходе прогресса и развития технологий. Да, ситуация херовая, спору нет. Но вы совершенно неправильно видите причины. Некоторые ребята там призывают вообще к каким-то вооруженным восстаниям. То есть реально уже к крови. Полицаев всегда на Руси убивали. И тот, кто это забыл, ему надо об этом напомнить. Не надо стесняться приобретать оружие. Я даже не хочу говорить о том, что это жестоко и там негуманно. Это все как бы окей, вам на это насрать, наверное. Хорошо. Я вам просто скажу, что это не работает в современном обществе. В современном обществе идет информационная война. Это все равно, что с ножом идти на атомную бомбу. Вы хотя бы знакомы с теорией мемов Докинза? Нет смысла бороться с людьми как с телом физическим. Надо бороться с тем, что в голове у этого тела. Надо перезагрузить ему. Надо вытащить один мем оттуда, одну идею, какую-то идеологию. И загрузить другую. Пистолет здесь не поможет. Я, я, я. Я тоже. Честно говоря, я реально смотрел целый день вчера эти. И сегодня я смотрел эти ролики. Знаете, такое ощущение общее, какой-то такой черноты, тяжелое такое впечатление, как будто люди, знаете, вот погрязшие в каких-то своих вот этих вот дебрях мысленных, которые не могут выбраться из этой чернухи. Хочется сказать, блин, выйди просто на улицу, прогуляйся, увидь солнце, там, природу. Просто хотя бы приди в себя, чувак. В общем, я вывалил вам все как есть, я не знаю. Не надо меня, вот сейчас я чувствую, сейчас полетят эти. Ват, это он специально хочет развалить оппозицию, чтобы разделить. Ничего я не хочу разделить. Я вам говорю вот свои впечатления. Больше того, наверное, я все равно буду голосовать за Грудинина, потому что все-таки сам по себе, как человек, он мне очень импонирует. Хотя, я не знаю, вот реально, понимаете, вот когда большевики захватили власть, вот была такая же херя. Тоже пришли, но там у всех были разные взгляды. То есть, понимаете, вот в этой команде Грудинина, это настолько разношерстные люди. И ведь, когда они придут во власть, там, они же станут правительством, думать, там, еще чем-то, да? Каждый займет какой-то свой пост. И у каждого свое видение. От террористического, да, что там надо всех кромсать физически, до христианства, атеизма, коммунизма. То есть, что вы будете делать, ребята? Вы гражданскую войну можете затеять таким образом. Вы же понимаете, что каждый начнет одеяло тянуть на себя. И тут даже личность Грудинина может не помочь. Как получилось в советское время, да? Те, кто делали революцию, они не остались у власти. И это тоже напрягает. То есть, можно выбрать Грудинина, действительно, там он встанет, какое-то время посидит, а потом его выкинут какими-то этими интригами внутрипартийными. И кто придет, мы не знаем. Короче, реально жесть какая-то. То есть, просто опять, понимаете, безвыходная ситуация. С одной стороны, продажная власть вместе со своими марионетками, лжеоппозицией и всей этой шушеры. С другой стороны, вроде реально живые люди, искренние. Я верю, что они искренние. Но с таким запалом, который может искренне разорвать нахер страну. Не знаю. Но, наверное, все равно, если выбирать между лже, да, и искренним, наверное, надо рискнуть. Не знаю. Наверное, надо рискнуть и все-таки проголосовать за меня. Но я вам ничего не навязываю. Вот опять, вот, понимаете, недостаточно дан. Вот недостаточно. Я не знаю, кто будет сделать. И, кстати, хорошая новость напоследок. Мы договорились с Андреем Владимировичем Курпатовым, у которого в кластере я сейчас нахожусь, что мы сделаем серию роликов на его канале, интервью на моем канале с ним. Так что ждите. Скоро будет очень много крутого научного контента. Слава Богу. Научный контент, знаете, он как, знаете, какая-то святыня. Туда можно уйти. И ты знаешь, что это хотя бы близко к правде. Тут нормальные, умные люди, которые ищут правды, а не какие-то психи, блин, которые готовы разнести все к чертям. Пока. Пока.